Хорошо, ну у нас интересный отрывок из Писания сегодня. Надеюсь, что у вас что-то здесь хватает для вашего духовного назидания. Ну, здесь уже Писание уже дает нам свет на жизнь Иакова. Ну, давайте вот помолимся вначале. Ну, Господь, ну, Господь, ты, каждый из нас, ты нас и знаешь, Господь, и издалека ты знаешь наши мысли. Господь, ты сказал, что ты знаешь, сколько волос есть в каждом голове, из каждого человека, который здесь. Господь, ты всезнающий, ты всемогущий, Господь, и, слава Богу, это утешает, что ты вездосущий. И, Господь, иногда заметно твое присутствие, иногда и нет. Мы знаем, что проблем нет в тебе, мы знаем, что проблем в нас. И, Господь, мы знаем, что пока мы здесь обитаем в этом скине, этот плод наш, что, ну, мы просто тебя не видим сейчас, и хочется. И хочется чувствовать твое присутствие и ощущение твоих благословений. Господь, ты обещал вести нас в истину, ты обещал, Господь, утешать нас, назидать. И, Господь, ты обещал ответить нашей молитвой, если мы спросим, с верою и во имя нашего Господа Иисуса Христа. И, Господь, мы знаем, что мы живем в этом грязном мире, мы знаем, что очень много чего, которое тебе не угодно. И, Господь, молимся, чтобы кровь Иисуса Христа очищал нас от всякого греха. Господь, помогите нам правильно относиться к греху и не оправдать ее ни в нас, ни в других. Помогите нам, Господь, ходить с тобою и быть внимательным. Ну, все ваши слова, постановления, Господь, и принципы, здесь, которые есть в Писании. Господь, молимся, чтобы мы были такие люди, которые ты смог благословить и использовать. И, Господь, молимся, чтобы ты дал нам открытие глазок, понимать, что здесь написано в Слове. Дай мне уста, Господь, чтобы я смог говорить свободно и со силою, Господь, чтобы ты был возвеличен и ты был центр здесь внимания, чтобы здесь не вознесся ни человек, никого, ну, просто кроме человека, наш Господь, Иисус Христос. Молимся, чтобы ты, Господь, был прославлен и чтобы ты был угоден во всем, что сказано и сделано. И, Господь, дай мне исполнение Святого Духа. Дай, Господь, нашу разум, чтобы мы смогли понять здесь Писание сегодня. И надеюсь, Господь, что ты был доволен с пением нашим, жертвой в наших устах, из нашей молитвы, от благодарных и искренних сердцах, Господь. Молимся за остальную часть этого собрания. И, Господь, чтобы ты руководил каждый миг. И мы это все молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, хорошо, здесь Битие, 28 глава. И мы уже в прошлый раз, по-моему, дали вам пару слов по поводу, как Яков является пробразом народа Израиля. У нас во многих, как сказать, во многих, ну, за 7, я дал вам 7 моментов. То есть, он был объект Божьего избрания. Он был возлюблен до рождения. Бог дал ему физическое наследство. Он жил сам по зрениям и не по веру. В вере евреи тоже так сегодня. Он был посеян. То есть, ему надо покидать свою землю, родину. И тоже у него было несколько лет. Он как был прищелец. Так как евреи, как народ, или Израиль, как народ, надо было не обитать именно на эту землю, которую Бог им давал. И пока они были там, пока он тоже там не был, он не получил никакое откровение. Он был как в тишине. И так и было уже и у Израиля. То есть, когда уже после россияния, вот, спасибо, не было ни одного слова от Господа Бога. Так что, во многих отношениях, для тех, которые изучают Слово Божие, и если вам это интересно, Яков здесь пробраз Израиля. Ну, давайте дальше. Давайте дальше. И призвал Исаак Якова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, Не бери себе жены из дочери хананских. Откройте, пожалуйста, с самого начала, послание к евреям, и 11 глава. Послание к евреям, и когда люди читают этот известный отрывок из Писания, евреям 11, где герой веры здесь. Здесь интересный такой стих, и здесь написано, верою в будущее Исаак благословил Якова и Исаава. И когда мы читаем 27 главу Бития, вообще непонятно, как вообще он с верою благословил Исаак, извините, Яков и Исаава. Потому что видно, что он ничего не сделал по веру в этом главе. И многие пытаются найти этот ответ на этот вопрос в 27 главе, когда на самом деле этот ответ находится в 28. То есть здесь написано, что он его благословил. А здесь видно, что Исаак был полностью, он как будто пришел к себе. То есть мы видели, как Исаак был полностью, он уповал на свой плод. Он уповал на зрение, и зрения не было у него. Он уповал на прикосновения. Он трогал здесь. Он уповал на звук. Он сказал, что это голос, как будто от Исаава. Он уповал на нюканье, то есть слышно. И он сказал, а, да, да, это мой сын. И он, конечно, уповал на, а, да, это уже добыча. Вот то, что мой сын. И на самом деле был обман полностью. То есть пять чувств этой плоти нельзя на плод уповать. Он обманчивый. Нельзя на зрение, слышание. Как нельзя. А этот, как мир, пытается руководить свои. Это как этот мир. И князь этого мира, этот Сатана, он именно постоянно бомбирует. Бомбирует пять чувств плоти, чтобы руководить тебе и вводить тебя туда, в мир. А святой дух не так. Святой дух именно из-за внутри, не снаружи над тебя. Он из-за внутри пытается, чтобы ты ходил с Господом и не уповал на плоти. Но Исаак, видно, что он устроил все, чтобы было все для себя. Хотя он там был готов умреть, или хотя бы он сообщил всем, что он был готов умреть. Мы видели, что ему еще впереди сорок лет. Но он жил, как будто все должны были ему угождать, потому что бедный Исаак, он скоро умрет. И он забрал немножечко жизни от своих ближних, потому что было слишком эгоцентричным, так скажем. Но здесь как раз его эгоцентричность и жадность на самом деле почти произвел такой скандал в свою семью, что почти в результате был смерть одного из своих сыновьях. И потом он вспомнил, что Бог сказал, что он будет поставить не первый, не Исаак, но второе на первом месте. И он решился уже жить, как Бог сказал, и не просто так, как он считал нужным. И даже невзирая на то, что другие думают или скажут. Потому что культура в обществе, это скандално давать права первенца на кто-то другой. И даже весь ислам, то есть исламские люди, полностью и культура крутится вокруг этого дела, этого права первенца. То есть мы делаем ударение на Россию и евреи. Там написано, что вот Давид, сын Есея. Сын такое. То есть мы знаем его так. Мы говорим, у нас есть отчество. Получается, что Димович, Дмитриевич, Дмитриевич, это делается ударение на папы. А ислам не так не делают. Ислам признает человек, как этот... Он... Это не Саша, как Ильич. Саша Ильич. Это Саша, сын, человек по имени Ильич. Илья. Илья. У нас вот такое. И это еврейское нормальное мышление. То есть отец, потом сын, потом дальше, потом внук и потом дальше. Вот так. А насколько Измаил и Исав обижены за то, что произошло три с половиной тысячи лет назад, они устроили весь их культуру и цивилизации, что это не просто Саша, сын, то есть его... Это даже и не Саша. Это отец Матфея. И только, хотя если у него было куча других детей, они бы его знали только по имени первого сына. Видишь разницу? Это полностью противоположено. И ты знаешь почему? Это потому, что они обижены. Бог не избрал Измаил, и Бог не избрал Исав. И так и есть. Да. У меня сразу этот видео... У меня был разговор с человеком по имени Али. Он был снайпер в армии Саддама Хусейна. Он учился в Германии, переехал уже туда, в Америку. Ему было 80 лет. И мы с ним где-то целый час. Он пытался мне к исламу, я пытался ему к Кресту. И он мне сказал, что... Ой, ты... Ой. Он меня спросил, как тебя зовут? Я ему сказал, Кристофер. И он говорит, а как зовут вашего первого... первого родного сына? Я говорю, Джош. И он сказал, ой, если ты был у нас, мы бы тебя называли Абу-Джош. Абу-Джош. То есть, отец Джошуа. То есть, хочется, хоть иными словами, хочется не называть Авраам по имени Авраам, потому что Бог дал ему имя Авраам. Они хотят его называть... Вот. Абу-Измаила. Понимаешь смысл? Ну, извини, Бог ненавидел Исаак. Нельзя называть Исаак по именем Абу-Исав. Абу-Исав. Это не имя Исаака. Исаак. Исаак это его имя. Аминь. И потом благословение это уже перешел туда, на Яков. Хорошо. Давайте дальше. Значит, и призвал Исаак Якова и благословил его. Вот это благословение. И заповедовал ему и сказал, не бери себе жены, или жены, из дочери хананских, встань, пойди в Месопитамию. А у вас в Синодалном тексте прямо здесь написано Месопитамия. У нас на английском Пейденерием. Ну, это просто такое еврейское выражение одно и то же место. Может быть, может быть, здесь тоже написано. Давайте вот 24 глава Бития. Давайте откроем. 24 глава 24 глава и 10 стих. И взял раб из верблюдов, господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него было также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел здесь, в Месопитамию, в город. Кого? Нахора. Нахора. И 25 глава, смотрите. Просто здесь нету, на самом деле здесь нету проблемы. Просто есть иногда две названия одно и то же место. 25 глава и 20 стих. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку, дочь Вафуила, арамиянина из Месопитамия. У вас, ну, он сирит, Месопитамия. И у вас тоже здесь слово Месопитамия. Сестру Лавана, арамиянина. Арамиянина. Вот здесь у нас... Ну, хорошо. Этот Месо обозначает между, между, Патамия, между реками или речками. То есть весь этот территория называется Месопитамия. Ну, Библия здесь Карлиакова и Мазарейский текст еврейского языка. Там добавляется тоже слово Пейденером. Паданарама. Паданарама. Вот, получается. Это еврейское произношение. Практически те же самые, но более конкретно здесь. Потому что Пейден, Падан этот, обозначает долину. Долину в Сирии. Понятно? И это было действительно часть Сирии. Это потому что он пошел туда. То есть он покидал уже вершива. И он уже на пути. Вот обратно вот туда, откуда его отец был. Хорошо, он направляется туда. Давайте дальше. Второй стык. Встань, пойди, в Месопитамию. У вас, или, как он перевел? Сейчас, я хочу. Произношение я хочу, как он. Произношение я бы хотел знать, как здесь. Паданарама. Да, Паданарам. Паданарам. И 25 глава, это 20 стих, который мы читали. Паданарама, сестру Лавану. И у вас армянин. Здесь Сирицу. Сирица. Потому что евреи на день Пятидесятницы. Им надо было сказать, что мой отец был сирианин. Сибирь. Сирица. Потому что это считалось уже часть Сирии. Понятно? Ну, давайте дальше. Это для... Они говорят, ну, хорошо, как скажете. Встань, пойди, в Месопитамию, в дом Вафуила, отец матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочери Лавана, брата матери твоей. Так что Яков, у него уже было это время с мамой. И мама, видно, что была... Она была хитрая. Правда же? Она была хитрая. Она была такая, которая, наверное, считает, что... Да, муж, это голова, но надо, чтобы... Она была как шея, которая крутит голову. И теперь Яков уже был направлен своей мамой на человека, который... И это был брат Ревека. И он был очень хитрый. И Яков собирается уже попасть на эту... Ну, не знаю, как это... Печку. Да, ловушку. И он там будет немало дней. Аминь. Ну, интересно, что Бог здесь... Извините, вот Исаак здесь говорит. Он дал ему это благословение, которое давал Аврааму. Смотрите, третий стих. «Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов». То есть, это было то первое благословение, которое Бог давал Аврааму. А потом он дал ему в 15 главе, 22 главе. «И да даст тебе благословение, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю». Исаак не получил это благословение. То, что Бог давал Аврааму, Бог потом не давал Измаилу, он давал Исаак. А теперь мы видим, как Иаков от Бога получил права на эту землю. «Странствование твоего, которое Бог дал кому? Аврааму». Так что этот Ханан, обетванную землю, принадлежит евреям. Это их землю. От кого? От самого Господа Бога. Творец всего. И то, что интересно, что Исаак давал это благословение им и добавлял такое заклинание. «Не перемещайся с хананитами». То есть здесь полностью против интеграции. И когда мы читаем здесь, получается, что, как сказать, кроволение евреи. Если мы когда читаем 5-10 глава, теман был язычник. Все тогда были язычники, потому что не было евреей. Аминь. Потом 11 глава, мы здесь видим, что Ефер, или, да, Ефер у вас. Это уже от этого слова еврей. Еврей – это, то есть, мы там читаем родословие Сима. И от Сима пришел уже этот, ну, человек по имени Ефер, еврей. Потом мы видим, что они тогда, до того, как Бог их называл по-другому, там было написано, что он был сириц. Сириц, не армянянин, но сириц. Это 11 глава и 24 глава, то есть, Битие. И потом 17 глава Битие уже евреи, то есть, уже июды. То есть, у нас эта книга, послание июды. Июдин, да, июдин. Поняли, у вас, я так понял, что сейчас это слово чуть-чуть, как считается, как оскорбление. Жиды. Да? Но если я понимаю правильно, что было время, когда это не было. Да? Даже есть Библия, одна Библия на украинском, которая пользуется это слово, жиды. Но сейчас уже это оскорбление почему-то. Но это как июдин. Июдин или на английском джу. У нас слово хибру. Хибру, это самое древнее выражение для них. И потом есть джу. Джу. И у вас одно и то же. Еврей и иудей. Да, иудей. Ну вот. И потом они стали уже, когда, после того, как были в Египте, стало уже народ Израиля. Израиля. Давайте. Давайте дальше читаем. Так что Бог не хотел, чтобы было интеграции. И было постоянно проблем с интеграцией тогда. И мы больше не будем об этом сказать. Ну, потому что мир полностью направлен. Теряются все культурные черты каждого народа сейчас. Бог, Он, если ты читаешь Писание, мы читаем и понимаем, что из одной крови весь человечество. И мы все ровные его в глазах. Понятно. Мы все грешники. Мы все нуждаемся в одно и то же Спаситель. Спаситель умер за нас всех. Аминь. Но, как расы или как народы, Бог продолжает и имеет дело с народами. Бог разделил народы по количеству колена Израилевых. То есть, когда мы читаем в Ветхом Завете о каких-то народах, мы на самом деле читаем о современном потомстве этих народов. То есть, понимаешь ли вы это или нет, все сегодня тебя называют здесь, живущие здесь, в этом месте. Называют их славлянские. Славляне. Но на самом деле, вы елемиты. То есть, вы из персидского крови. Перемешано здесь хорошо. Очень даже хорошо. Но персидского крови здесь. Все, что тебе надо, просто набери слово Persia или Persians на Google. И изображение, смотрите. И там твой брат, и мама, и сестра, и сосед. Аминь. Откуда? Потому что это было и ломайц. И, ну, это другое дело. Просто изучение Божьего Слова очень интересно. Аминь. И даст тебе больше информации, чем вот люди ожидают. Ну, хорошо. Давайте вот, я хочу закончить здесь это место. Пятый стих. И отпустил Исаак Якова. Пятый стих. И он пошел в Месопитамию, или Падан-Арам, к Лавану, сыну Вафуила. И здесь у вас армянина, у нас Сириц. К брату Ревеки, матр Якова и Исава. Исаак увидел, что Исаак благословил Якова, и благословляя, послал его, то есть в Падан-Арама, или здесь в Месопитамию, взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав, не бери жены из дочери хананских. И что Яков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопитамию, и увидел Исаав, что дочери хананские неугодны Исааку, отцу его, то есть хананские уже были под... у них была проблема. У них была проблема со сексом, получается. То есть, когда брат... здесь есть те, которые есть, детки, и особенно два брата, если есть. Но вы сами прекрасно понимаете, как они дерутся за внимание мамы с папой. Да? Дерутся за одобрение мамы с папой. И всегда, когда один что-то хорошо получил, хвалу, другой... а я? А что обо мне? И всегда что-то делают. Или когда один получает, другой там стоит... Ну, здесь то же самое. Аминь? А? И не только братья. И сестры тоже. Мириам сказала, когда Джошуа получил... И даже иногда, она была причина, почему он получил. Она там смеялась. Такая злая. Есть ли женские варианты Исаава? Но иногда есть такой момент, когда ребенок потеряет полностью желание угождать маму с папой. То есть, я не знаю, это очень такой плохой момент. Когда иногда сами родители виноваты. Потому что, если они слишком критикующие и слишком эмоциональные, и только постоянно бьют, исправляют, постоянно найдут все, что не то, и никогда не видят то, что хорошо, тогда ребенка получается... То есть, теряется полностью надежда и просто решил себе, что ты знаешь, либо этот человек невозможно угождать, иногда эта злость направлена к маме или к папе, или иногда это внутри себя, и они говорят, я не смогу. И поэтому зачем стараться делать добро? Понимаешь? И так что, родители, смотрите, чтобы у тебя было и слова хвалы, и слова направления. И не надо быть слишком ино связан со своими собственными чувствами, чтобы нельзя принимать плохое поведение детей или из-за того, что они еще не взрослые. И они детки. Дайте им детство нормальное. Дайте им постранство дышать. Аминь. И все. Потому что здесь видно, что здесь у него, это не было и за мамой, и с папой. Он постоянно плохо поступил. Он был очень плотской. У него был очень хороший дедушка. Очень. Его отец тоже был хороший. Но он был балованный. Он был балованный, и у него не было никакого взаимноотношения с Господом. И полностью было возможности для этого. Так что он постоянно принял плохие решения. И потом ему пришлось жить с этими решениями. И он не опокаялся. Хотя бы, чтобы его покаяние было за то, что он хотел получить постоянно все эти добычи и благословения, которые автоматично он получил и за папой, и за дедушкой. Но никогда не было вот такое стремление к Богу. То есть, для него возможность быть отец, пра-пра-пра-пра-пра-пра, такое дедушка, мессию, то есть Иисус Христос, для него это не было интересно. Дай мне просто фасоль. И поэтому Бог его ненавидел. А у него не было никакого уважения ни любого к Богу. А теперь он просто это сделал. И пошел, девятый стих, и пошел Исаав к Измаилу. Видишь? Ой, они все, наверное, вместе плакали. Наверное, они все вместе сказали, ой, как Авраам, такой негодный, несправедливый. Мы более правильные. Мы будем не просто это, именно сын этого человека, это сын этого человека. Мы будем делать правильно. Мы будем делать как первенца, как правильно. И пошел Исаак к Измаилу, и взял себе жену, Махаллафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Навиафову, сверх других жен своих, и якобы же вышел из Версавии, и пошел в Хоран. И это все, это просто чистое от злости он это сделал. Он просто видел, что он будет еще добавлять, он будет мажать солью, именно ураны, которые уже были. И таким образом, он не только испортил его жизнь, он и испортил жизни своих потомств. И из-за горечи. Так что лучше смириться, братья и сестры. Лучше смириться, когда Господь смиряет нас, нам лучше подчиняться. Аминь. И не делать ситуации хуже. Аминь. И все. Аминь. Давайте это все. У нас уже очень долго, не собрались на столько времени.